Добрый день, дорогие друзья! Я вот тут буквально в декабре месяце внезапно осознал, что мы с семьей проводили на протяжении последних 18 лет длительный тест на коррозионную стойкость. И осознав это, решил поделиться с вами, что же есть за тест и его результатами. Итак, что же есть за тест? В тесте участвовала сталь Эдельвейс, под этим именем скрывается сталь Н690 Беллеровская. Я вам покажу, сейчас расскажу, откуда же все это началось. Началось все это еще, скажем, в до Артемову эру, Артемия Визусуров. Это были еще те годы, когда его с нами не было, начало самых 2000-х годов. Я-то пытался сделать первый маркетинг ножевых стали импортных в России. В России никто этого не знал и не хотел узнать вообще про импортные ножевые стали. Я находил какие-то телефоны в Орсме и в других городах. И куда же мне там только не посылали эти самые голоса. Дорогая, никому не нужная, импортная. Соответственно, как говорится, была, шла славная эпоха ресора клапанов. Мне так и говорили, у нас тут клапана, ресора, но мы тут сами, куда все это надо. Ну, сейчас мы, конечно, работаем в эту эпоху опять не окунуться. Но опять-таки вернемся в то время, которое послужило началом вот этого теста. Соответственно, многие, наверное, из вас знают, кто не знает, скажу. В то время я работал в компании Бюллер. И, соответственно, мы неоднократно были на заводе, в том числе по производству листов, которые там есть, деревенька Мюртсуршлаг. Не ломайте язык. Я и сейчас сосредоточенно могу произнести проще, это называется как Мюртс. И на выставке на проходной там были представлены вот такие ножи. Да, ну, вот такой нож. Не этот, но такой. Соответственно, ну, вот здесь я клеймо. Вот на нем было такое. Эдельвейс Кия. Эдельвейс, вы знаете, горный цветок. Да, и, соответственно, Кия, это японская фирма. Одна такая старая, которая занимается производством ножей. Ну, соответственно, хотелось такой нож поиметь, но сам-то я в Японию, соответственно, не летал, поскольку работал на австрийцах. Вот. Но у меня друг, мой старинный друг, он работал в компании Тунгавой, это японская, посещал, соответственно, Японию, и по моей просьбе он и мне, и себе привез вот такие вот, соответственно, ножи. Сейчас покажу весь набор. Кстати, вот на моих ножах, я буквально на той неделе залез на сайт этой компании Кия, значит, такой модели там уже нет, именно вот с такой рукояткой. Кстати, такая очень удобная рукоятка из какой-то устанительной нержавейки. С ней ничего не происходит, она не магнитится и не ржавеет совсем. Ну и как и любые другие ложки, вилки и все прочие столовые приборы, которые сделаны из вот таких стали. Они по-разному называются, но у всех, соответственно, в основе устанительной нержавейки. Не магнитится и не ржавейка, а низкоуглеродистые нержавеющие стали. А под Эдельвейсом, как я и говорю, это как раз Н690. Если кто смотрел наш предыдущий семинар, 74 и 76, рейтинги ножевых стали от металлургов, то вы знаете там в том числе и рейтинг эрозионной стойкости. Так вот, по этому рейтингу, который составил Ларин Томас, Н690 имеет рейтинг 8 из 10 для мартенситных нержавеющих стали. Если кто не смотрел этот вебинар, то посмотрите, если кому это интересно. Соответственно, он мне привез такие вот ножи, еще одна, как бы, на полях шляпы, что если раньше было вот такое клеймо после Эдельвейс Киа, то сейчас я вот залез на той неделе, а сейчас Киа, еще вот тут видишь, пишет еще Беллер, соответственно, и Сабзирует, то есть подвергаетесь какой-то холодной обработке. Ну ладно, давайте ближе, становится, к телу. Значит, вот у меня набор, он до сих пор еще живой, как бы с ним практически все хорошо. Это вот у меня таких шесть маленьких ножей, я их, собственно, попросил, что мне там что-то стейк, рыбку порезать, когда там ужинаешь, да, вот и у меня державка деревянная на шесть ножей таких, да. Вот шесть таких ножей и вот такой шеф-нож. Кстати, по этим ножам мы, когда Артем появился, мы начали более активно что-то развивать, продвигать, то мы по этим ножам вообще кухней-то никто не занимался. Сейчас трудно поверить, но были времена, когда all knife или сов еще не было, как бы, да. И вообще тогда с кухней, с российской кухней было все крайне затруднительно. Никто и не хотел заниматься, все делали охотничьи ножи и все вот это, все толстое такое, да. Кухня это было что-то вообще, да. Ну вот, то, что в магазине немецкое можно было купить, так называемое, так и было. Но хотелось вот это. Поэтому, ну вот опять-таки, мы тогда с Артемом такие листы заказывать, но для сведения мы абсолютно эти тонкие, маленькие ножи, petit knife, как называется, да, маленькие по-французски, 1,4 миллиметра вот у обуховой рукояти, а большой нож, вот этот шеф-нож, значит, соответственно, вот здесь 1,98 источник, ну 2 миллиметра, да. Это вот здесь прям рукоять. Вот такие ножи. Ну и что же вот с ними происходило? Соответственно, ножи эти мы, поскольку мы не ровещи стали, посудомойка есть, соответственно, ну вот, что нас клали в посудомойку, и там что-то мыли. Соответственно, почем, все, что хорошо, вот эта стальная рука, с ней вообще ничего не происходит. Ну и, казалось бы, сталь сама по 7,690, тоже нержавеющая, ну что, посудомойку и давайте. Ну вот, опять-таки, в декабре я решил поподробнее посмотреть, поскольку что-то мне показалось, чего-то там где-то не так. Вот, посмотрев внимательно через увеличительное стекло, вот это у меня, вот это у меня такая специальная лупа. Значит, одно деление, вот это одно деление, да, это миллиметр, а вот это, соответственно, вот тут одна десятая миллиметра. Вот я на одном маленьком ноже нашел вот такие вот следы питинга. Ну вот здесь, если совсем глядываться, вот это пятнышко, вот это вот здесь три, вот это. И у одного этого же ножа на вблизи рукоять, вот эта рукоять начинает свозить такие пятна еще. То есть, это не питинга, ну какие-то потемнения. Остальные пять лезвий маленьких ножей не совсем чистые. Да, то есть, в общем-то, достаточно удовлетворительное, просто 18 лет состояние. А что с большим ножом? Да, с большим ножом состояние вот такое. Да, то есть, в разных местах, можешь посмотреть, вот здесь вот сплошную питьингу, вот здесь, вот здесь-то в районе вот эта вот рукоять, значит, вот здесь вот на переходе, здесь пятно какое-то, еще, еще, и потом вот такое прям пятно, неоттираемое, тоже коррозия какая-то. Причем, ну, можешь посмотреть размеры, да. Ну, и я начал задумываться, да, сам по себе, почему такое, то есть, маленькие ножи чистые, а большой он вот такой. Как бы, да, брак стали, но как-то я не думаю, что это так. И начал анализировать дальше, да, под рюмочку чая. Соответственно, вот это, что у нас наша посудомойка, и маленькие ножи, они всегда, ну, потому что есть такое отделение, они всегда при мойке, они располагаются в посудомойке вот так. А большой вот так, поскольку он, соответственно, когда его ставишь вертикально, ставишь поставить, то просто это верхнее отделение, оно не закрывается, там царапается. Поэтому, соответственно, вот в течение, там, 18 лет, то есть, 365 дней в году, всего 6570 дней, плюс-минус, тоси-боси, как у меня друг говорит, туда-сюда, естественно, не каждый день подвергались, но так, в общем и целом, где-то 3-4 тысячи циклов посудомойки. Температура обычно мы задаем, там есть короткая мойка 40 градусов, ну, и обычная мойка 55 градусов, ну, и сейчас есть длительность цикла, 40, там, 120 минут. Положение, как я говорил, вот такое. И это единственное отличие, единственное отличие, вот, в обслуживании, скажем, в эксплуатации ножей. И я все-таки склоняюсь к тому, что вот такая, такие следы питинга на большом ноже, они связаны с том, что когда нож лежит вот так, то большее по времени воздействие моющих средств на лезвие. То есть здесь, когда нож омывается, да, и на него воздействует там раствор, но опять концентрацию меньше, на этом, в этом случае, на ноже, да, остаются капли моющего средства, они больше времени воздействуют, ну, и, соответственно, в конце концов, даже сталь с рейтингом 8 из 10, да, могут, соответственно, повредить. Ну, и долго рассоливать не будем по этому поводу, значит, первое, даже на нержавеющих, хотя правильно говорить, коррозионно-стойких стали, понимаешь, что я не поменяю слово произношения, поскольку просто слово нержавеющие звучит лучше и проще произвести, чем коррозионно-стойкие, так же, как мы все время обсуждали 1,23,79 или D2, или H12MF. D2 проще всего, поэтому все это у нас D2. Но, опять-таки, даже на нержавеющих, продолжу это слово, могут появляться следы ржавчины, питингов тоже ржавчина, поэтому я не определяю его как отдельное, как тоже ржавчина, при совпадении определенных неблагоприятных факторов воздействия, то есть, соответственно, при нарушении условий эксплуатации. Я уже говорил это и раньше, сейчас повторю, все ножевые стали, которые вот мы определяем, как мартенситные нержавеющие стали, хотя коррозионные стойки, они не нержавеющие, то есть, не полностью нержавеющие. Rust-proof, если уж так, совсем, там, конечно, много слов, но так вот совсем подходящее. Rust-proof, коррозионно, коррозионно, устойчивые против коррозии, они всего лишь коррозионные стойки, потому что, если буквально перевести stainless, stain это пятно, а лес это меньше, да, хотя Google, сейчас кто-то закажет, а я в Google залез, а stainless там, как нержавеющий. Ну, Google, да, это, если его считать, там, как за основу основ, то, как бы да, но тем не менее, stainless это все-таки, вот, меньше пятен, но не их полное отсутствие. Вывод номер три, то, в принципе, маленькие ножи при правильной эксплуатации после 18 лет и примерно 3-4 тысячи циклов воздействия при температурах, как я его называл, в принципе, состояние удовлетворительное. Большой нож, соответственно, есть, питинг и, там, то, что называется, рыжиком, там, пятно коррозии какой-то. Кстати, нож из 125, 125 Ви, он в посудомойке, у меня сразу же положили его и сразу, когда вынули, буквально сразу там появились такие пятнышки. И рукоять несколько, ну, она как-то поблекла чуть-чуть, как бы, да. Соответственно, все это дело, практику сразу пресекли, да, все эти пятна, они сразу оттерлись, никуда не пошли и теперь этот нож в нормальном состоянии и, соответственно, моем это только руками. На кухне сейчас мы у себя используем вот Оу-Найф 125-ку. У нее рейтинг по, соответственно, тому же Ларину Томасу 7,5 из 10. 90 Ви, 7,5 из 10 и Хромакс 9,5 из 10. Это наше предположение. Филейник у меня есть от Дениса Ульданова, спасибо большое, из Ломан Уорд. Я предполагаю, что он будет где-то 8,5 из 10. И такая очень красивая правочка, это такое чувство вкуса у Юрика есть, Юрика Найф, Юра, привет. Это Хромакс и Н690. Фото сейчас я покажу, что у меня там есть. И, в принципе, опять-таки, независимо от стали, я прекрасно понимаю, ну, вот видите сами по результатам, что и та же самая Н690, и Уорд, и особо там уж Хромакс, да, особо, да, с ними в посудомойке так ничего не случится абсолютно при правильной эксплуатации там вертикальное лезвие ставить. Но, в принципе, там же еще есть рукояти. Рукояти тоже имеет какую-то свою гигроскопичность, да, то есть гигроскопичность впитывает воду, особенно температуру, агрессия. Поэтому я всех приучил сейчас, что независимо от стали, ручная мойка под краном протереть и, соответственно, на хранение. Дома есть деревянная подставка, храним мы режущей кромкой вверх, чтобы она нож не опиралась все равно. Ну, или еще, соответственно, есть магнитное хранение. Поэтому вот такие вот рекомендации и выводы. То есть, опять-таки, независимо от того, что у вас есть, эксплуатировать, да, надо правильно и все-таки рассчитывать на соответственно, длительное время. Один-два раза это не показать. Ну, вот 18 лет, я думаю, достаточный период. Ну, а так вот, то, что я вам говорил, значит, вот это 125-я сова, я бы сказал, вот это два от Юрика. Вот это у меня специально сделал. Это очень хорошая наша там рыбка порезать. И, кстати, вот в такой геометрии, как это может не показаться странно, замечательно режет сыр, да, поскольку здесь достаточно толстый клин, толстый клин, вот, но сыр фактически не прилипает. Он на этом клине просто разваливается, да. Ну, и рыбу там и так далее тоже режет, а так вот, ну, такая спичуха, что называется. Вот это S90V, это Chromax и вот это Word от Дениса. Так что, спасибо всем за внимание. Надеюсь, кому-то это пригодится. Всего доброго. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!